Иди сюда хороший мой, иди к папочке. Ааа, понятно. И всем привет дорогие друзья. Восьмая часть прохождения ягодная. Октябрь, 7 градусов тепла на улице и 7.52 на часах. Довольно таки рано мы начинаем, приступаем к работе, потому что очень много дел. Чё-то пёсик не хочет с нами играть, ладно покормим его. И отправляемся на поле. Кстати, что у нас там с Петровичем по контракту? Чё он там накультивировал? Так, ну ещё половину поля ему точно надо обработать. Это где-то гектаров 20. Так, что же с нашим урожаем кукурузы? Уже октябрь, второй месяц как можно убирать урожай, согласно календарю. Но почему-то даже невооружённым глазом видно, что наша кукуруза ещё не пригодна к уборке. Это очень плохо, потому что дальше должны быть дожди. И скорее всего, есть шанс, что в этом году мы вообще не сможем её убрать. А это, дорогие друзья, очень большие убытки. К счастью, хотя бы у коров всё отлично, я их напоил, накормил и почистил. Да, действительно, и влажность очень низкая, насечку не убрали бы. И убирать пока рано. Отвратительный урожай у нас получился в этом году. Ну, такова судьба любого фермера. Кто не рискует, тот не пёс шампанского. Будем готовиться. А для этого нам понадобится много уборочной техники и грузовиков. Будем пробовать идти в два комбайна, чтобы успеть убрать всё за один день. То есть за один оставшийся игровой месяц. По идее, он у нас будет завтра, поэтому за сегодня нам надо подготовиться. В данный момент получить много денег мы можем лишь с песка, поэтому сделаем несколько ходок с продажи песка, а уж завтра купим необходимую технику. Аж непривычно управлять этой техникой, давно этим не занимались. И да, согласитесь, с песка так ушло довольно нормально. Заметно. Давайте загрузим и отправим первую машину. Пока что на ферме заниматься нечем, поэтому поедем вручную, без бота. Уже месяц играю на этом Крайзе, но до сих пор восхищаюсь его звуком и внешним видом модели. Плюс 70 тысяч. Помимо затрат на технику для уборки, ещё надо задуматься о навесе для свиней, либо об элеваторе. Надо ведь куда-то девать столько кукурузы. Расчехляем мурал и тоже отправляем в карьер. Будем возить пока что две машины. Грузимся. И автоматизируем процесс для обеих грузовиков. А тем временем, посмотрим на хтз. Машруты курсплея вчера и сегодня немного не совпадают, поэтому иногда проходы хтз делают пустую. Но всё же намного проще, чем вручную. Так, что у нас тут? Первый разгрузился. Второй тоже. И снова на загрузку. Меняемся. Крайлс тем временем пытается обрюхать ей козельку. Ну что, ещё по одной ходке, да думаю, достаточно. Отличный тайминг. Первый въехал, второй как раз подъехал. Раз денюжка. И два денюжка. Но навес для свиней, небольшое количество советской техники, думаю, нам будет достаточно этих денег. Пока что с песком завязываем. В Урал мы, наверное, отправим магазин, продадим прицеп и подготовим к будущей перевозке брёвен. Ну что, начинаем закупляться техникой и прицепами. Я заранее послал кировца к магазину. Давайте купим к нему два прицепа. У этих прицепов сзади есть специальные крепления. Я надеюсь, можно их прицепить вдвое. Один за другим. А вот и Урал прибыл. Продаем его прицеп и тем самым получим немного денег. Эх, походу, так нельзя. Ладно, купим ещё один трактор. В качестве тягачей у нас будут два ХТЗ стареньких. Стоят они немного. Бэушные. Я думаю, два пригодятся у нас на базе. Да, правильно, что мы купили два ХТЗ. Как раз Кировец нам пригодится, чтобы таскать чизеля. Сразу после уборки комбайнами будем вспахивать поле и сразу же засеивать. На зиму. В этом выпуске, друзья, рассматривать ТТХ техники мы не будем. Потому что её очень много. И всю мы попросту не успеем. Но вот ХТЗ, скорее всего, мы рассмотрим. Честно говоря, ребятки, мне уже не терпится. Значит, заниматься лесоводством. Представьте. Лес, сосны, снег. И брутальная тяжёлая техника. В качестве уборочной техники у нас будет два комбайна. Форшрит Е516 и Нива СК5. Надеюсь, выговорил правильно. Кстати, заметьте, форшрит у нас уже один есть. Один силосноуборочный, второй зерноуборочный. Честно говоря, эта техника мне очень по душе. Такой, кстати, у соседа в реальности стоит у меня. Теперь следует купить два площадка-собирателя. Давненько я хотел купить себе Ниву в игре, и вот впервые я в неё сел. Давайте осмотримся из кабины, как она выглядит и в целом атмосферно ли модель. А вот и первый прокол модхаба. Этот площадка-собиратель шёл вместе с Нивой в комплекте, но чё-то он с ней конфликтует. Остальные площадка-собиратели из этого пака лишь для подсолнуха, поэтому, скорее всего, с форшрита возьмём ещё один. Ну вот, будто прямо с этого комбайна. Заранее подготовил два чизеля, которые цепляются к одной раме, но, к сожалению, наш керальз не потянет. Модернизируем на 300 лошадиных сил. И покупаем два чизеля. Отлично. Два чизеля у нас будут крепиться к вот такой раме. Честно говоря, впервые я буду пользоваться двумя оборудованиями сразу. Управлять этим нереально тяжело, но и выглядит очень круто. Надеюсь, будет также и полезно. Ах да, не менее важная техника на поле. У вас 469. Место, чтобы поспать, пока комбайны работают в поле. С помощью скрипта Follow Me выставляем чу-технику в ряд и медленно едем на базу. Я это делаю не просто так. Конечно, уже можно было отправить всё на кросплее, но каждый тогда поедет по-своему, каждый будет что-то где-то цеплять, за каждого надо уследить. А так, поедем кучкой. Если кто зацепится, я тут же буду на месте. Красиво получается, согласитесь. Коль мы начали заниматься техникой на базе, отправим арендованную цистерну обратно в магазин. А на её место купим дешевле советскую. Кстати говоря, это уже раз 20-й я цепляюсь. Ну да ладно, вытащим. Контракт по культивации поля на 40 гектаров мы выполнили на 84%, а наш ХТЗ уже второй раз просит заполнить баг. Я просто в шоке. Такое ощущение, что весь заработок с контрактом мы тупо потратим на зарплату на мету и на заполнение бака. Такое ощущение, что мы никогда этот контракт не закончим. Вместо импортной цистерны у нас теперь будет Д-375 от Курган-Дормаш. Но единственный её недостаток, это то, что топливо перевозить она не сможет. В основном модель мне очень понравилась. Подходит под все типы нашей техники, под крас, под Урал. По бокам можно нарисовать наклейки молоко, вода, дагестат и так далее. А сзади на табличке пишется, сколько в себе вмещают кубатуры того или иного. Будем её использовать для перевозки воды животным и навоза какого-нибудь. И сейчас, ребята, я догадываюсь, о чём вы думаете. Где экшен, где интересные события, сборка урожая и тому подобное. И вот что, ребята. Этот выпуск у нас растянется на 2 игровых дня. Либо 2 месяца рпшных. Первый день мы занимались заработком денег и покупкой самой техники. А уже завтра, то есть во вторую часть этого выпуска, мы попробуем заняться уборкой урожая. С закатом я расставил технику и подготовил к завтрашней работе. Теперь промотаем время и дождёмся завтрашнего дня. Надеюсь, завтра кукурузу поспеет достаточно, чтобы её убрать. Ах да, ещё. На поле поедет наш МТЗ-82 новенький, а к нему прикупим селкус, чтобы сразу после культивации засеять. Среди советских никаких нормальных селок я не нашёл на Модхабе, поэтому будет вот эта вот. 326 М17 какая-то. Всё равно нам большая не надо, потому что МТЗ будет как раз успевать за культиваторами и за комбайнами. Теперь можно отправляться на ночёвку домой. И да, друзья, я надеюсь, вы не против, что я привношу немножко РП в наше прохождение. Вот такими вот домами, личным транспортом и тому подобным. Если же вы любите, когда просто, чистая игра с развитием колхоза, без какого-либо РП, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И да, друзья, оправдались наши худшие ожидания. Третий месяц осени, ноябрь, и у нас начался дождь, прямо посередине ночи, пока я проматывал время. Почва очень влажная, и, конечно же, ни наша техника, никакие трактора и комбайны в поле выехать не смогут. Поэтому, скорее всего, будем проматывать ещё один день, а это, как мы понимаем, ещё один месяц. Последний месяц, когда мы можем убрать кукурузу. И да, это не просто общепринятое правило, что в дождь нельзя работать с зерновыми, но даже мод сезоны не позволяет выйти комбайну. То есть пишет, что почва очень влажная. Тем временем, я, наверное, займусь постройкой элеватора. Да, я решил вместо навеса для свиней построить элеватор. Потому что, во-первых, для навеса свиней у нас нету денег, там ещё нужно много денег для выравнивания участка. Во-вторых, сейчас мы не сможем потащить эту всю кормёжку, ухаживание, солому и так далее. Нам сейчас хотя бы убрать наш урожай. Я долго выбирал среди элеваторов построить более такой новый или более старый, чтобы не нарушать атмосферность игры. Прошёлся я под чужим элеватором на этой карте и, да, время будто бы такое более-менее современное. Поэтому можно строить современный элеватор. Немножко подровняем ландшафт, чтобы выглядело более-менее неопрятно. И, в принципе, всё готово. Дождь не утихает, а после этого ещё и почва будет мокрая долго. Давайте попробуем промотать снова время на ещё один день, на ещё один месяц, до декабря. Да, уже был прав. Дождь закончился, солнце вроде бы проступило сквозь тучки, но почва мокрая. Давайте попробуем всё-таки отправить комбайн в поле и может позволить наш мод сезоны начать уборку кукурузы. Пока культуры слишком влажные, молотить нельзя. Боже, как же неприятно. Сколько же сил и денег мы сюда вложили. Ладно, это был последний месяц, когда можно было убирать кукурузу в этом году. Декабрь. Я всё же рискну промотать ещё один день, до января. Почва немножко схватится морозом, но, может, успею собрать кукурузу. Хоть немного. Так, отлично. Вроде убирается. Но это предупреждение моргает, чтобы мы убрали наш культиватор с поля, потому что земля уже не культивируется, как мы помним. То есть контракт мы не успели выполнить на несколько процентов. Засадно. Быстро возвращаемся к нашим комбайнам и заряжаем кукурузы. Курсплей на уборку. И пока мы задержали всего лишь на пару минут, наш урожай и посох. Как оказалось, во второй половине января. То есть наш урожай простоял на полместа дольше. Но всё равно мы не успели. Некоторые из вас сейчас напишут, мол, ты облажался. Ты мог выставить в календаре мода сезонов несколько дней, чтобы почва успела просохнуть и успели пройти дожди. Но я уж хотел, и раз я играл по одному дню, один месяц, то так играть и буду. А если я буду изменять настройки игры под условия, то это уже почти что читерство. Всё-таки, ребята, так бывает и в реальности. Осень очень дождливая и влажная. Поэтому урожай не всегда успевают убрать. Так же произошло и у нас. Урожай потерян, пришли и убытки. С грустью начну разонять технику по гаражам и готовиться к следующему году, в котором у нас уже будет сезон длится один месяц два игровых дня. А на этом, ребята, я буду с вами прощаться. Выпуск получился довольно длинным и не очень интересным, к сожалению, ребята. Но я не мог вырезать эти моменты подготовки вообще из прохождения. Поэтому, ребята, очень надеюсь на вашу поддержку, на ваш лайк и на ваш комментарий. Каким бы он был интересным, либо нет. Я всех благодарю за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok